Добрый день, а кто мне звонил? Вы звонили, да? Что здесь происходит вообще, можете сказать? Представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Верна. А вы житель какого дома? 16. Что здесь происходит? Происходит неожиданная замена водопроводства. Насколько неожиданная? Вот депутат, но он участвовал в этом процессе, как ему поставили вопрос. Типа собрание, типа он пришел, сказал, вот у вас такая ситуация. Это была суббота, а в понедельник стоит трактор. То есть мы встаем и все. С этого участка, то есть с от Артема до Головка не было ни одного человека. Не потому что они не пришли. Ну вот они стоят люди, вы можете их спросить. Это они с от Артема. Потому что они не были поставлены в известность. То есть там где-то набегом собрались, набегом, под дождем. То есть даже дождь был. У нас проблемы с водой. На погоде не укажут. Народ жаловался все. Наша ситуация стоит так. Нас не пригласили. Хорошо. У нас идет ветка воды. От Головка до Артема, будем так называть. За 20 лет у нас ни одной аварийной ситуации. У нас здесь лично. Текущие ремонты, да, были. Аварийной не было. Та сторона, крестообразная Артема и Загребельного, дальше, до Краснодонска, да, там как бы мягко выразится, но негодная труба. Это факт. Это да. Они давно нервничали. Та сторона, Александр избирался, они к нему обращались. Обращались жители с улицы Загребельного. Ну да, ну Загребельный, я же так понимаю, 48 номеров. Нет, там с такого дома по такой-то. Загребельного просили. Ну это та сторона, они обращались, они к вам бегали, они все. То есть, когда они обращались к нам, давайте мы вот за Граю пойдем, и мы говорим, нам не надо. Мы прекрасно живем с этой водой. То есть физически мы не против. Придумали, да. То есть тем будет лучше. Они думают эту трубу соединить сюда, соединить туда, и запитка будет с двух сторон. Такая мечта теперь стоит у людей. Дело тоже, я говорю, мы просто ничего не знаем. Мы в понедельник, вот подходим, а что здесь строят? А вы кто? А он нам говорит, а вы кто? Говорю, мы жильцы. А я директор подрядной организации. Мы узнали, что его зовут Олег, случайный метод. Вопрос, я буду говорить за свой кусок. Ну, то есть, головку Артема. Здесь у нас одна семья до 30 лет, одна семья до 40 лет, но многодетная, и отец командировки. Понимаете? Двое инвалидов, официальных инвалидов. Не то, что там мы все больные люди, понятно. И возраст, вот мы стоим здесь, 55+. 55+, да, ну я просто говорю, возраст 55+. Сосед у меня, слава богу, ходит в туалет еще сам, ему 80. Да, ну то есть, понимаете, вот это рытье, вы берете и роете. Я был у начальника ЖКХ, я говорю, хорошо, ладно, ну мы поняли, потому что есть смета, выделено, мы понимаем историю купить. Все, денег нет, мы понимаем. Мы купим эту трубу, тут надо людям от 7 до 15 метров, то есть, по ценам где-то от 70 до 150 гривен, ладно, мы это купим. Ну, плюс фитинг, ну не знаю сколько, ну то есть, то есть, получалось от 300 до 300 гривен, мы, ладно, мы купим. Ну вот это вот, набегом, вройтесь. Потом, вот эта труба, мы подходим, спрашиваем, говорят, 110. Ну, 110, 110, ну может я что-то не понял, может он что-то не понял. Ну вот были мы вдвоем, а вот Олег идет. Вот, нарисовывается, нарисовывается теперь 63-я, я не знаю, она такая должна быть, будет она, я не могу сказать, я не специалист. Но она брошена в канаву, вы можете ее снять. По идее, там, люди, которые говорят, говорят, что должна быть песчаная подушка. Какая подушка, как она, я их спросил, вы будете выравнивать? Да, ну я вот вижу, выравнено вот так. Вручную это будет делаться, то есть, мы знаем. Ну и история заканчивается чем? Ну, воду отключили. Ну, мы сидим второй день без воды, и будем третий сидеть. Нам говорят, на понедельника будете сидеть без воды. Вы что, оповещал кто-то о том, что вот включат воду? Да, вот так я оповещали. Я пришел, поскандалил, женщины повозмущались. Вот такого оповещения, что вы хотите у нас? Я вас предупреждал. Вот человек, я вас предупреждал. Я с кадатова его предупреждал. Он разворачивается и уходит. Ну, вчера его взяли в оборот. Он взял все-таки, дал нам воду, блин, с шести до... Ну, если быть точным, до двадцати четырех минут. Дали нам воду, но мы не успели набрать ни ведер, ни ванны, потому что давления не было, потому что здесь есть, типа, аварийное. Понимаете? Но зато он сказал самую главную вещь. Для успешного и быстрого освоения средств мы отключаем воду, население быстренько, быстренько, блин, подключается. Для успешного освоения средств или для успешного окончания работ? Ну, назовем окончание работ. Нет. А, вы, у тоже, ну, сказано было так. Мы отключили воды, и люди за три дня подключились. Если быть дословно. То есть, окончание работ, а не освоение средств. Ну, есть две большие разницы. Для быстрого завершения работы. То есть, как, я забыл, как вас зовут? Бернард. Бернард. Это как вы представляете, как оно должно быть на самом деле? На самом деле, я понимаю всю эту историю. Я ее не собираюсь обсуждать. И вы понимаете, все мои, мы ее не будем обсуждать. Но к людям относиться так нельзя. То есть, должно было быть оповещение каждого двора? Я вам скажу секретную информацию. За две недели. За две недели. Нет, да не надо. Мы не просим до каждого двора. Вот у вас, вы можете посмотреть на столбе. У нас висит по поводу субсидий. Вот тут на столбе, вот висит, понимаете? Пожалуйста, пять листков по столбам выкинули, написали. Граждане, с такого-то числа, по такое-то число будет. Придите, скажите. Люди сидят без воды. Для того, чтобы им было лучше. Понимаете? Ройте, подсоединяйте. Давайте я буду продолжать. Да, все. Александр, вы депутат данного района, да? Да, депутат на этом районе. Были ли жалобы именно с вот этих дворов, которые я сейчас вижу перекрыты, на то, что у них прорывают трубы там и так далее? Было коллективное письмо, причем уже много лет люди жаловались. Как бы коллективное письмо подразумевает большое количество людей с улицы. А с какого это? Потому что улица роется вся практически. Конечно, да. Был разговор от Головко до Краснодонской. Опять же, коллективное было письмо. Кто выражал желание? Выражали желание люди. Возможно, что с этого участка кто-то, опять же, выразил пожелание. Может быть, проблемы у кого-то есть. Про собрание, которое говорят, что оно было, не было. Вы знаете, вы был на нем? Собрание было. Я также на собрании был. Правда, в самом деле, пошел дождь довольно-таки сильный. И, возможно, люди не все собрались. Подрядчик предупредил. Правда, в самом деле, это было не за две недели. Произошло это более спонтанно. Хотя людей довольно много собралось. Люди в основном выразили позитив в плане замены водопровода. И также были жители, которые планировали обойти по соседству, друг другу сказать об этом. Может быть, в самом деле, немного спонтанно начали. Подрядчик начал выполнять работы. Поэтому я попросил подрядчика сюда подъехать. Вы как-то контролируете работу подрядчика или нет? Когда люди звонят, я однозначно приезжаю. Поэтому я позвонил сегодня подрядчику, позвонил представителю технодзора. После того, как я вам позвонил, правильно? Да, в самом деле. Потому что жалоб до сегодняшнего дня не поступало. Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо. А вы подрядчик, да? Да, подрядчик. А представьтесь, пожалуйста. Олег Петрович. А фамилия? Руденко. Олег Петрович. Вот как вы... Вы давно занимаетесь уже вот такими вот работами? А какая организация у вас? Агробуд. Агробуд. То есть это не первая, да? Конечно. Как вот вы считаете, вы должны были оповестить каждый двор о том, что вы будете проводить вот эти работы, что у людей будет отключена вода? Нет, нет, немножко не так. Пускай юридически это одна сторона там обязан или нет, а по-человечески? По-человечески мы, как обычно, предупреждаем перед началом работ, предупреждаем квартальных, предупреждаем депутатов, собираем собрания, объявляем. И я практически всем рассказываю на присутствии этого собрания, как будет происходить ремонт, практически до мелочей. Как это будет все происходить, капитальный ремонт внутри улицы. Естественно, собрание было, мы все рассказали. Квартальные были предупреждены. Был тут общественный активист, Александр Александрович, по-моему. Он по улице говорит, я всех предупрежду, Потому что машины с гаражей могли выехать Ну да, будет перерыто полностью Да, потому что в четверг было Мы в понедельник начали работы Взяли за работу очень быстро И хотим быстро эту улицу сделать Хотя у меня, грубо говоря, полтора месяца Сроки выполнения работ Мы делаем третий день Давайте посмотрим на работы Давайте, давайте, конечно Какая труба здесь лежит? 63-я, СДР, 17 По проекту какая должна быть? Вот она лежит Все я вам показываю Сейчас одну Я только вчера был Была это с Верочкой Порыв неизбежен На собрании всегда предупреждается Труба может быть в плохом состоянии Восстанавливать ее никто не будет На трехдневный запас воды Должен быть у жителей постоянно Это было все сообщено Мы даже для комфортного Такого Было положение Порвали труб Да, экстренно прекратилась вода Мы в 6 часов вечера Собрали всех жильцов Сказали, что мы включим на полчаса воду Люди все открыли Набрали воду Мы закрыли Сегодня мы тоже так же самое сделаем Завтра у нас подключится новый водопровод Новый водопровод А отводы к ним же нету Отводы к ним делает Собственник дворов То есть в проекте не предусмотрен И так у него бегом-бегом должен сделать или как? Нет, почему бегом-бегом? Смотрите, мы с понедельника начали работу Я предупредил на собрании Как только увидите технику, что начинается копаться улица Вы не ждите ничего Начинаете прокапывать Покажите мне 63 трубу Говорят, что должна быть 120 Нет, нет, одну минутку Ну, смотрите, даже если вот Труба поли-терна 1,2,3,3,3,8 Сдр-17 Какая подушка должна быть? Я сильно не... Вот, смотрите, смотрите Вот, если точная маркировка И мы подходим к трубе Походим к трубе Где у нас тут? Ну, вон она написана Надпись, да? Это лучше посмотреть У меня сейчас штативы промают Это я попрошу Оно, звук плохой просто Так, так, так Сейчас мы глянем Где у нас мушки-булочка, да? Вот, смотрите, пожалуйста 63, стенка 3,8 10 атмосфер И сейчас где-то еще СДР-17 Все четко так Все четко как по проекту Даже ни одной цифры Какая-то подушка должна быть? Да, конечно Если вас интересует процесс технологии Нет, меня не интересует На самом деле Подушка, песчаная подушка Это делается здесь, естественно То есть я ее не наблюдаю Я ее вы не будете наблюдать до того момента Мы сейчас разложили трубу Потом появятся терморезисторные отводы На каждый двор Потому что в песке это сделать невозможно Там специальная аппаратура Здравствуйте, еще делается Пропаялись отводы Делается песчаная подушка И делается обратная засыпка Уплотняется грунт И восстанавливается дорожная покрытие То есть через сколько будет запущено по-вашему? У нас сейчас получался порыв до половины улицы На вот этой половине улицы То есть та улица с водой Здесь воды нет И восстановить ее Порыв под дорожным покрытием Особой возможности сейчас нет Ну, раскапывать Да и не за что Потому что завтра будет в этой трубе вода То есть те абоненты, которые уже прокопаны Я уже смотрю, тут несколько домов уже мне показывают Они завтра же будут подключены к воде Те абоненты, которые не прокопаны Естественно, мы их не подключим Потому что они не готовы Когда вы подходили сюда Бернард, по-моему, говорил о том, что вы сказали Что быстрее освоить средства Ну, зато он сказал самую главную вещь Для успешного и быстрого освоения средств Мы отключаем воды, население быстренько Быстренько, блин, подключается Для успешного освоения средств Или для успешного окончания работы Ну, назовем окончание работы Нет А, вы... Ну, сказано было так Мы отключили воды И люди за три дня подключились Если быть дословно То есть окончание работы, а не освоение средств Ну, есть две большие разницы Для быстрого завершения работы Какие свойства ставят? Вы как сказали, быстрее работу сделать Или быстрее освоить средства? На сегодняшний день Наша фирма даже не получила предоплату На выполнение этих работ Доллар заключен, все, еще задержка идет Я понял, разговор был, значит, о скорейшей окончании работы Я делаю все, что возможно Чтобы сделать как можно быстрее Вы согласны с тем, что не возникало бы вот этих вопросов И меня бы здесь не было Если бы вы оповестили всех Что ваша ошибка Именно в том, что вы не оповестили всех Вы, не вы Но вы должны были это проконтролировать Ну, это, скажем так Это не в мою компетенцию входит У нас здесь есть квартальные И депутаты, которые должны предупредить о капитальном ремонте Я должен за... Ну, собрать людей Объяснить, как будет происходить ремонт Но это никто не обязан По-чисто по-человечески, да Может быть, мне надо было обойти каждый двор Может быть Не вам лично, к примеру, работники Ну, было собрание проведено было Всех пригласили желающих Даже уточняли время несколько раз Хотели в четыре Перенесли на шею Чтобы люди с работы были То есть это было все согласовано Я вижу здесь технадзор Да, технадзор Вы видите, как все приезжают Хотят с Артеменко поздороваться Здравствуйте, Виталий Здравствуйте Вы здесь... Что вы можете сказать об этих работах? Как ведет подрядчик работы? Хочется отметить быстроту выполнения этих работ Я буквально здесь был два дня назад Ребята прокопали сто метров Вопросов не возникало Мы еще прошлись по улице Поздоровались с людьми Я еще интересовался, есть ли вопросы к подрядчику Вопросов не возникало И сегодня, находясь здесь, для меня удивление, что есть к подрядчику какие-то вопросы Вопросы в основном вне оповещений Александр, можно еще раз вас на секундочку? Вы как депутат, вот смотрите Все упирается на самом деле в то, что не оповестили людей То есть труба совпадает, мы проверили с тех документами Вроде бы все так Но можно, вот квартальная у вас есть она здесь рядышком или нет? Почему она... Квартальная была оповещена и людям была сообщена А почему она не сообщила вот человеку, этому, другому, пятому? Ну, вы представьте себя на их месте Вы сидите, спите дома, у вас раз перерыли это, отключили вам Но это неправильно За две недели нужно Ситуация выглядит немножко иначе Люди были оповещены, но подрядчик, скорее всего, не должен был так торопиться Потому что было собрание проведено Люди между собой проговорили этот вопрос Были выходные впереди Люди опять же обсуждали Наверное, не надо было ему торопиться, чтобы в понедельник уже начинать рыть и прокладывать Или заранее оповестить всех По большому счету, дата не оговаривала Что в понедельник роем и всех отключаем Понимаете, в чем дело? Речь была о том, что начинаются работы Люди оповещены Люди проговаривают Безусловно, надо кому-то прорыть яму или пробиться до трубы Кто-то подключается со стороны, откуда идут работы Это нужно подготовиться То есть вы можете сказать, что вы как-то проконтролируете, как депутат Чтобы больше жалоб не было от людей Чтобы каждый мог подключиться Чтобы никакой вот этой вот, может быть, спешки Ну раз уже так получилось А другим, наверное, подрядчикам, которые будут смотреть это видео Ну, будет урок в том, что в действительности нужно не только технические стороны А и человеческий фактор включать И действительно не надеяться на депутата На, как ее, квартальную На кого-то еще На телефон, на телеграфное радио А действительно взять человек Пускай бы прошелся и предупредился Конечно, речь вот о чем Подрядчик, он не только должен работы выполнить Это связано с общениями с людьми Конечно Это большой дискомфорт Говорят они там, день уже сидят без воды Сколько еще это продлится Но это проблема Я однозначно с ним буду говорить Чтобы, возможно, старая линия некоторое время работала Есть пенсионеры Есть люди, которые не могут быстро себе подключиться Конечно, да Поэтому однозначно По этому вопросу я с подрядчиком буду работать Я думаю, он учтет эти моменты Так как человеческий фактор Это, наверное, первостепенный вопрос Для частного сектора Вода это не только питет Тем более в такую жару Конечно, да Все, спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!